Не дать дачам уйти в небытие. От некогда полусотни дачных оперативов на сегодняшний день в Караганде осталось чуть более 30. Если учесть, что число дачных участков в них уменьшилось, то впору говорить о проблеме. Почему у населения пропадает желание заниматься огородничеством и чем это чревато? Мажорисмен Кодобергенбек Султанов посетил ряд дачных обществ и выслушал негодование огородников. Ирина Вобещевич расскажет подробности. Как нам не хватает вас? Депутат Мажориса парламента республики в ходе рабочей поездки посетил ряд дачных обществ и встретился с членами кооперативов. Первым местом стали федоровские дачи. Необходимо отметить, здесь его встречали с особым радушием. Отметим, что еще будучи секретарем городского маслехата, Кодобергенбек Султанов активно участвовал в судьбе дачников. И все их проблемы ему знакомы не понаслышке. Вот и сейчас дачники начали наперебой говорить о наболевшем. Негде ставить эти контейнеры. А во-вторых, сохранности их не будет. И сразу же подъехали контейнеры. Здесь остановки воруют, конечно же. Конечно. Везли остановку, срезали. Загрузили, увезли и все. Вопрос с мусором не могут решить давно. Зимой актуальным стал еще один остановочные павильоны. Дороги частично сделали, но все же этот вопрос так и не сходит с повестки, как и ряд других. Последние несколько лет паводки сильно не беспокоили. Но состояние поросшего русла реки вызывает опасения. Близость к главному городскому коллектору тоже то и дело преподносит сюрпризы. Но и самое актуальное – это тарифы на электричество для дачников, которые начисляются как на юридические лица. В прошлом году вопрос решили в Караганде, но тарифы растут. Действующие водоводы на всех дачах уже полностью выработали свои эксплуатационные технические ресурсы. А ремонтировать их – непосильная нагрузка на дачников. По всем этим причинам многие общества теряют членов. На сегодня главой государства поставлена задача о необходимости повышения продовольственной безопасности страны. Одним из направлений реализации задачи, уверен мажелесмен, могла бы послужить продукция, выращиваемая садоводческими кооперативами. По официальным данным, на территории города Караганды расположены более 50 дачных кооперативов. Количество дачных участков составляет около 12,5 тысяч. На сегодня, по данным Управления госдоходов, на территории города осталось 32 дачных общества. Неосвоенные земли деградируют. Люди хотят брать земли, но дело в том, что у нас нету этой возможности им предоставить. Вот смотрите, в конце, вот сейчас, на данный момент, в конце общества умирают. Почему? Потому что умирают, да, туда ближе к отвалу. Смотрите, сколько было общества у нас. Что говорить, начиная вот с моего общества, с весны у нас нет воды. Люди вынуждены скопать скважины, чтобы как-то что-то продержаться. Но не все же могут эту землю. Ну, конечно. Кудайберген Бексултанов внес в правительство предложение поручить ряду министерств, в том числе сельского хозяйства, агентству по регулированию, естественных монополий и местным исполнительным органам разработать проект комплекса мер по поддержке дачных кооперативов. Среди них такие, как снижение нормативов оплаты за воду и электроэнергию, как для физических лес. При рассмотрении генеральных планов городов, брать в учет сохранение и развитие дачных кооперативов, полная инвентаризация всех земельных участков, проверка целевого назначения, внесение изменений в действующее законодательство с целью устранения противоречий между правовыми нормами. Я также там внес предложение, что если Акимат представляет земельный участок свободный, только с разрешения председателя кооператива, чтобы он был в курсе дела, если бы у прежнего владельца остались долги, чтобы это не висело на долгом владельце. Поэтому это тоже вопрос у меня на контроле. Ирина Вобещевич, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал.